Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Сейчас мне важно, чтобы я точно знала, что я в эфире, поскольку я сейчас нахожусь не в своем городе, не со своим интернетом. Но надеюсь, что у нас все получится, несмотря на то, что я слышу, как все вокруг кричат, потому что я сейчас на спортивных сборах. Но тем не менее, сегодня мне хочется провести эфир и поговорить с вами о выборе себя, о том, как выбирать себя. Да, в последнее время очень популярная тема, но я вам хочу сказать, что это не популярная тема. Эта тема, если, скажем так, не усвоив которую, не пройдя которую, не пропустив через себя которую и не осознав которую, мы, в общем-то, не сможем дальше никуда идти, ничего получить. Как бы интересно это ни звучало. Поэтому сейчас попрошу большое, точнее попрошу сильно тех, кто сейчас в эфире, написать, что у меня нормально слышно, хорошая связь, чтобы я могла продолжить свой спич. Ну, а все, кто будет присоединяться, уделите, пожалуйста, час своего времени для того, чтобы получить для себя нечто ценное. Потому что для кого-то из вас это может стать именно тем сегодня, что вам необходимо. Поэтому жду буквально чуть-чуть, пока вы мне скажете, что все окей, и мы с вами будем активно работать. Вообще, я считаю, что эфиры это не фоновый режимчик, эфиры это работа. И любое время, которое вы инвестируете, спасибо большое, время, которое вы инвестируете в себя, не тратите на листание ленты, не тратите на разговоры о плохом, не тратите на мысли какие-то левые, а которое вы инвестируете себя в контексте того, что вы себя улучшаете, вот это самое ценное. Давайте вообще начнем с того, что почему вот эта вот тема про себя, как выбрать себя. Но я же сам себя и выбираю, я всегда все делаю себе во благо, вся моя жизнь, это кайф, удовольствие, все для меня. Это вранье. Это вранье, потому что 90, я думаю, 5% минимум людей, это люди, которые живут не из принципа того, что я хочу, а из принципа того, как я должен выглядеть, как мне это диктуют общество, правила, морали, устои мои близкие. То есть мы взяли в себя как бы на подсознательном уровне, впитали в себя те программы, что мы должны соответствовать определенным рамкам и нормам. И в принципе все, что есть в нашей жизни, в большинстве своем, это соответствие определенным рамкам и нормам, которым мы следуем, для того, чтобы получать оценку от окружающих людей, которые бы нас хвалили. Вспомните, как важно, когда в школе учитель говорит, какой ты молодец, на кружке тебя похвалили, на занятии спортом тебе сказали, да, ты молодец. И это вроде бы как вселяет в тебя какую-то силу духа, ты думаешь, какой я действительно молодец, нам это нужно. Но очень часто мы становимся ведомыми и мы становимся заложниками вот этой похвалы. Нам становится настолько важно, чтобы другие дали нам оценку и сказали, что мы молодцы, становится это на такое первое место, что мы в принципе начинаем идти по ощущению того, по ощущению оценок других людей. Мама говорит, вот ты молодец, хорошо кушаешь. И ты такая, да, я молодец, я хорошо кушаю. Папа говорит, хорошо, что у тебя получается в математике. И ты думаешь, о, папа похвалил меня по математике, буду стараться еще больше в математике. Дальше ты начинаешь встречаться с каким-то парнем, и папа говорит, он тебе не подходит, этот мальчик вообще не про нас. И он перестает тебе нравиться, потому что у тебя появляется программа, что папа недоволен, ты хорошая девочка, если ты хорошая девочка, и ты не хочешь расстраивать папу. Затем появляется какой-то мальчик правильный, да, с точки зрения, там, твоей семьи. И папа говорит, вот на таких мальчиков ты должна обращать внимание. И затем ты почему-то все время обращаешь внимание на таких мальчиков, хотя по сути не факт, что тебе эти мальчики нравятся, тебе с ними хорошо, но папа же сказал, или папа там в детстве рассказал о том, какие отношения ты должен построить. И вот часто, когда мы смотрим за кем-то или слушаем, как хвалят других, да, когда, например, там родители или какие-то люди хвалят какой-то определенный типаж людей, и ты хочешь тоже быть таким человеком для того, чтобы тебя хвалили. Затем получается еще интереснее, потому что когда присоединяется общество, да, уже группа людей, которые начинают тебя направлять. Я, например, когда я училась в школе, я была отличницей, но я была не вот этой отличницей, знаете, зубрежкой, да, я была такой отличницей, которая половину предметов не знала, но при этом я была живой, ну, в общем-то, такой, как сейчас, инициативной, у меня были хорошие творческие, организаторские способности, и я, в общем-то, зажигала собой. И я умудрялась там вести классные концерты, там, решать какие-то вопросы, учителям помогать, потому что я могла брать ответственность, никогда ее не боялась брать, могла брать на себя внимание. Знаете, как многие учителя хотят потусить между собой, погулять, и они на младшие классы берут кого-то из старших классов для того, чтобы те провели урок. Ну, в мои времена это была очень распространенная история, и я очень круто в это все впрыгивала, я обожала вести все эти уроки, обожала заменять, и за счет этого всегда получала классные оценки. И, в общем-то, поскольку я была такой, ну, неглупой девочкой, и все у меня получалось, я находилась в детском коллективе очень много лет, я пела и танцевала. У меня был такой детский коллектив, который пел, танцевал, значит, там был оркестр, мы гастролировали по всему миру, по всей Европе так точно, и очень активно всегда это происходило. И все всегда знали, что Оля такая яркая, ой, Сереж, привет, все всегда знали, что Оля такая яркая, что Оля умничка, отличница, значит, там мне всегда ставили оценки, потому что, ну, я была инициативным ребенком. А, кстати, инициативу учителя поощряли, да, там одно дело ничего не делает, потому что двоечница, а это же там на концертах, гордость школы, вот вся вот эта история. И затем общество начинает тебя в чем-то поощрять, и все начали говорить, Оля, ну ты такая молодец, но мы же надеемся, ты же не пойдешь куда-то учиться, там, например, в Институт культуры, но это же не серьезно, это этим ты всем занимаешься, это все такое, это хобби, посредственные занятия, но ты должна стать кем-то великим, например, юристом или экономистом, или ты должна поступить там в Институт международных отношений, или хотя бы в Университет Тараса Шевченко, ну, это киевские как бы модные государственные заведения. И вот, знаете, тут у меня начиналось такое состояние отвратительное, вот это вот внутреннее моей интуиции, да, я не знала, что это интуиция, это мой внутренний голос, который голова мне говорила, да, это так круто, это так престижно, ты же такая, ну, как бы классная, ты типа девочка высшего полета, я себе говорила. И в то же время я интуитивно, внутренне ощущала, как я не хочу так учиться, что я не хочу быть ни юристом, ни экономистом, ни каким-то еще другим человеком. И у меня внутренне прям возникали такие отвратительные ощущения. И тем не менее я шла поступать в ВУЗ, который был престижным, который как бы подтверждал все то, что думали обо мне другие. Ибо признаться другим людям, что я хочу пойти в какой-то там институт культуры и стать там непонятно кем, каким-то дипломированным специалистом, черти в чем, мне было очень сильно стыдно. И вот вы знаете, ну, история, тот, кто мою книгу «Зажигалка» читал, кто за мной следит, знает, что я в итоге поступила в уже университет культуры и, в общем-то, была очень счастлива, потому что моя жизнь развернулась очень сильно после этого. Но я очень хорошо помню это ощущение тюрьмы, вот такой тюрьмы внутренней, когда еще там мама заплатила за подготовительные курсы, да. Еще же есть, вот знаете, какие-то финансовые истории, типа в тебя вкладывали, родители так сильно тоже там поддерживали, хотели, последнее отдавали, и тут такой «Опа, я хочу другое», да, не оправдал ожиданий. И вот таких историй на самом деле в жизни каждого из нас огромное количество, огромное количество, потому что вот это соответствие, да, или ты, например, начинаешь встречаться с парнем, и все подружки говорят, какой у тебя классный парень, вау, он такой симпатичный, он такой веселый, он такой кайфовый, драйвовый, и ты смотришь на него и начинаешь его за это любить, за то, что его любят твои подружки. И вот они все со стороны люди, там мама может что-то сказать, еще кто-то, и ты вот это коллективное мнение собираешь, они говорят, он там хороший, он тебя любит, он там еще что-то, и ты таким образом, на тебя эта любовь как бы налипает, но она налипает от общественного мнения, а не от твоих чувств. И ты можешь так выйти замуж, потому что это перспективный брак, или это хорошие отношения, или опять-таки твои подруги все залипают на твоего парня, но они говорят, он классный, и ты думаешь, да, это я должна стать его женой. И вот ты выходишь замуж за этого человека, а в процессе начинают открываться какие-то вещи, где ты понимаешь, от банального я его не люблю, да, то есть просто я не знаю, что я делаю с этим человеком, до самых разных проявлений, где ты честно, а обычно не можешь этого сделать, а если можешь, вот это успех, честно можешь признаться себе, что это не то, что это не те отношения, в которых ты хочешь быть, например. И вот мы можем рассмотреть с вами миллион историй на тему того, где мы головой понимаем, что вроде как мы делаем правильно, или что такие, так мир устроен, такое общество, и все мне завидуют, например, или все меня хвалят, или все считают, что это хорошо, а внутри себя, теперь давайте вернемся к себе, как понять, что что-то не то, а внутри себя живет кто-то, что-то, что постоянно как будто бы запускает в тебя червячков. Вот представьте себе, что внутри вас есть некая определенная кухня, такая маленькая фабрика, такая, знаете, где есть один человек, который лепит пельмени вручную, он там лепит и отдает, лепит и отдает, не конвейер. И вот вы видите, как у вас внутри вот этой вашей кухни кто-то регулярно вбрасывает червячка. Червячок это то, что вас где-то проявляется и мучает, он может быть не очень активно работает, но в определенные жизненные моменты вы вдруг чувствуете, что вы сейчас делаете не то, что бы вы хотели. Червячок вроде как небольшой, вы его все время ловите, говорите, нет, ты не будешь здесь лазить, это моя жизнь, и так все должно быть, в конце концов, не так у меня все плохо, голова находит оправдание происходящему и говорит, да все хорошо, по большому счету, все нормально. Она говорит, посмотри на других, как у них, да у тебя еще нормально, да ты потом это сделаешь. Вот любимые отговорки, посмотри на других, первое. Второе, у тебя еще будет время это исправить, потом мы это исправим, мы обязательно это сделаем. Ничего страшного, ну ты сейчас выглядишь не очень, ну ты же родила, ну ты же еще не рожала, ну тебе же 20 всего лишь, у тебя впереди еще пол жизни, но тебе же 40, и ты в принципе выглядишь лучше, чем кто-то, то есть голова все время говорит, мы успеем, мы успеем, или посмотри на других, найди хуже, или мы успеем. Это такие два таких самых крутых оправдания. Ты занимаешься работой, недостаточно зарабатываешь, ну времена такие, ну тебе не очень повезло, ну ты когда-нибудь найдешь свою работу, свои мечты, ну когда-нибудь это с тобой произойдет, может быть, ну в конце концов, ты раньше работал и было хуже, ничего страшного. Вот эти вещи приходят, и мы их оправдываем, а потом на нашей кухне снова прилазит червяк, его опять, знаете, окошки так открываются, и оттуда бумс, где вы чувствуете, блин, ну я же вру, ну я же ничего не делаю, для того, чтобы это сделать, ну я же нахожусь человеком, с которым мне плохо, ну у меня же семья не семья, но у меня же денег вообще реально не хватает, и я все время этим парюсь, и я ничего не делаю для того, чтобы это изменить. И тут могут быть масса моментов, я нахожусь на работе, которая мне не нравится, я живу в доме, и я понимаю, что я никогда из этого дома не уеду, потому что для того, чтобы уехать, мне нужно что-то сильно изменить в себе, но вот этот страх, опять-таки, изменить в себе и сила веры в себя, да что я могу? Мы приходим к тому, что да что я могу? И кажется, что ну такая твоя жизнь и есть, ты ничего не можешь. Если ты этим делишься со своими родителями, да, родители говорят, да перестань, да у тебя все нормально, да ты что, да что за мусорная у тебя голова лезет? И родители начинают чем делиться, своим опытом? Они говорят, ну посмотри, мы всю жизнь прожили, и нормально, и все хорошо, ты понимаешь, какие опасности могут тебя ждать на этом пути? Ты понимаешь, что ты человек, зато хороший, да, включается программа бедный, зато честный, не надо куда-то там лезть, потому что там огромное количество всяких сопротивлений, и так нормально. И вот ты снова себя затыкаешь, и ты снова начинаешь говорить себе, что да, нормально, и снова впадаешь в текучку, а ведь наша жизнь, это все время группа таких текущих процессов. Если вы из них не вылазите, да, вот это помните, как школьный дневник у многих в голове до сих пор живет, и у меня в том числе, понедельник, пятница, да, потом суббота, воскресенье, суббота там иногда школа есть, иногда школы нет, в зависимости от того, в каком ты классе и школе, но по сути всю жизнь есть чем занять, есть чем занять. Каждый день ты чем-то занимаешься, потихоньку, по чуть-чуть, и фокусируясь на вот этих мелких делах, которые постоянно идут, утром встал, вечером пришел, надо приготовить поесть, убрать, постирать, когда-то иногда встретиться с друзьями, раз в году отпраздновать день рождения, в принципе, так свою жизнь можно чудесно проживать, чудесно проживать. А учитывая, что мы сейчас живем еще во время, когда можно жить чужими жизнями, листанием ленты, да, пару часов угрохал, на сериал пару часов угрохал, то есть прожечь жизнь сегодня проблем нету от слова совсем, от слова совсем. Но порой, порой наши вот эти червячки, вот понимаете, вы должны понимать, что червячки, они потихоньку начинают притупляться, у вас ржавеют дверки, которые открываются с червячками, но все-таки абсолютно у каждого человека в какой-то момент вы чувствуете, как ваши ржавые дверки, они открываются, и оттуда снова, как в компьютерной игре, вываливается червячок. И он говорит, слушай, ну это, блин, нам же с тобой плохо, нам же не нравится эта жизнь, нам не нравится, нет, почему я нахожусь с этим человеком, почему, да, это моя семья, да, но я же ненавижу эту жизнь, или я же несчастлив, или подойди в зеркало, посмотри на себя, посмотри на себя, сколько тебе лет, сколько тебе лет, посмотри, как ты отвратно выглядишь, почему у тебя такой живот, почему у тебя такая дряблая кожа, почему у тебя все зубы испорченные, желтые, гнилые, еще какие-то, почему, почему, и тут же опять-таки включается другая история, которая этого червячка прихлопывает нахрен и говорит, да все нормально, да пошли, да все окей. И вот вы знаете, эта история на самом-то деле может повторяться бесконечное количество раз. И как правило, история про выбор себя, а про выбор себя, это означает однажды, когда в твою голову влазит червяк, и вдруг ты, вместо того, чтобы в очередной раз его убить, включаешь как будто бы на темной сцене, представьте себе черную сцену, и на ней появляется червяк. которого не видно, вы только видите какие-то очертания, потому что сцена черная и темно, и вдруг вы берете и зажигаете прожектор, и видите, как все ваше внимание приковано только к одному этому червячку, на который бьет большой поток, такой пучок света, и он говорит, этот червяк, давай, давай подумаем о себе. Как правило, пучок света включается в ситуациях стресса, он так просто, очень редко встречается и включается у людей. Он включается в момент какого-то кризиса личного, любого, со здоровьем проблема, когда становится вопрос жизни, смерти, когда кто-то уходит из твоей жизни в прямом или в переносном смысле, когда твоя жизнь резко меняется так, словно ты попал, стерто-стерто в аварию, то есть ты стоишь себе на светофоре, и все нормально, и тут в тебя влетает машина, и ты открываешь глаза, и ты ехал куда-то на какой-то базар купить каких-то овощей, потом заехать к маме, а ты открываешь глаза и видишь, что ты в реанимации, и ты не знаешь, что с тобой, не понимаешь, где ты, непонятно, что с твоей машиной, но точно ясно, что ни базара, ни мамы, ни тех дел и планов, которые у тебя были, больше нет. Сейчас у тебя план понять, что с тобой происходит, выживешь ли ты, целый ли ты, остались ли у тебя руки и ноги, как ты выглядишь, как ты себя чувствуешь, и есть ли у тебя план на жизнь, готов ли ты сражаться за свою жизнь, потому что в таких ситуациях, как правило, это выглядит в любом случае как сражение. Тогда, когда ты получаешь вызов, и ты должен сделать те действия, которые ты раньше никогда не делал, для того, чтобы выйти из этого, для того, чтобы выжить. Это один из наиболее распространенных вариантов для людей, когда люди приходят в состоянии выбора себя, когда что-то происходит в их жизни из ряда вон выходящего. К счастью, не всегда эти ситуации супертрагические, какого-то трагического масштаба, а трагического это все-таки больше связано со здоровьем, но нечто, что как будто бы, знаете, представьте себе, есть такие игры, когда строится, строится, строится домик какой-то, и потом ты вытаскиваешь палочку, и все это нахрен рушится. В момент ты смотришь на мощную конструкцию, и не верится, что какая-то одна маленькая палочка, которая всунута между этими коробочками, этими кирпичиками, может что-то изменить. Но это всего лишь палочка, а тут домина. И вот ты эту палочку вытаскиваешь, и просто видишь, как все нахрен разрушается, просто вот в момент. И в жизни такое тоже бывает, когда какая-то ситуация, которую вы даже не подразумевали, это может быть что-то с вашим другом произошло, какая-то ситуация, или это может быть увольнение на работе, это может быть что угодно, когда вдруг из-за маленькой вот такой штуки у вас все бух. На самом деле это очень классно. Если так происходит, вы должны запомнить главный момент, значит вы были к этому уже готовы. История не в палочке, история в том, что там уже было много нарушений, уже в вашем каркасе было много проблем, вы их не видели. Но палочка это как-то держала. И вот когда палочку убрали, почему люди говорят про нервные срывы, про какие-то вещи, когда вдруг одна ваша реакция, нахрен, все взорвало. Вот просто совсем. И этой ситуации нужно радоваться, потому что очень важно понимать, что это и пришло время для выбора себя. Запомните, любая стрессовая ситуация, которая происходит и при которой вы хотите убежать, застрелиться, спрыгнуть с крыши, закрыть глаза и сделать вид, что никогда этого не происходило, запомните важную вещь. Это и есть ваша встреча с самим собой настоящим. Это похоже на то, как будто бы вы, поднимаясь по лестнице, ожидаете, что сейчас вы откроете дверь и зайдете в свою привычную комнату. И вот вы ее открываете, и вы видите, что вы наверху небоскреба, огромного небоскреба. И там ветер, там красота неимоверная, неописуемая, там жизнь. И вы, не ожидая, что там будет именно это, вы пугаетесь, и первое ваше желание закрыть дверь, спрятаться, вернуться обратно, забежать обратно в свою комнатку и сидеть там. Но это и есть ваше свидание с собой. Именно в такой момент у вас появляется возможность выйти на этот небоскреб и, наконец-то, увидеть в себя самого важного, дорогого, близкого, родного человека в вашей жизни. Это мега важно. Это встреча с вашими истинными чувствами. И почему же нас так сильно пугает эта встреча с нашими истинными чувствами? Она нас пугает по одной причине, потому что мы всю жизнь нас не учили прислушиваться, нас учили идти через разум, нам говорили «думай своей головой», нас учили логически мыслить, нас учили так, как правильно. И мы делаем все правильно, но мы несчастны в этих правилах. Вот в чем ключевая вообще разница между выбором себя и классной жизнью, потому что в классной жизни мы живем классной жизнью для других. И мы чему-то радуемся. Но это та история, когда человек говорит «я что-то все достиг, а счастья, блядь, нету. Почему я не чувствую себя счастливым? Почему я иду и вдруг в поле собираю ромашки, и вдруг я понимаю, что сейчас я гораздо более счастлив, чем вот эти вот миллионы роз, которые мне вчера кто-то подарил? Почему это происходит? Да потому что мы все время строили жизнь по правилам, потому что мы к этому приучены, у нас такой код, мы запрограммированы, и мы даже не знаем, что такое выбрать себя. И поэтому, давайте вернемся, жизнь так или иначе толкает нас ко встрече с собой. И она толкает нас разными путями. Она нам подбрасывает какие-то события, она нам подбрасывает каких-то людей. Но если мы не слышим этого и не видим, не замечаем, то она начинает нам увеличивать свой звук, делать громче, как в песне у Монатика, сделай громче. Но поскольку голос с небес не звучит, нам не говорит Вселенная, сейчас ты должен выбрать себя, ну давай, ну скорее. Поэтому все, экранчики гаснут, ну в общем, все нормально. Голос не звучит. Вселенная говорит с нами через определенные события, да, события. Потому что мы же с вами вибрируем, у нас с вами есть некие реакции, мы этими, мы когда недовольны внутренне, а мы внутренне недовольны, когда мы себя не выбираем, у нас внутренний дискомфорт. Мы притягиваем в свою жизнь разные ситуации, которые происходят с нами. И вот с нами что-то происходит там, одна какая-то проблемка, другая, третья, пятая. И Вселенная каждый раз делает ее громче. Почему я говорю, что иногда происходит настоящий взрыв? Потому что мы не слышим, потому что мы не понимаем, о чем она нам говорит, мы не хотим к этому прислушиваться. Мы говорим, да нет, да дело не в этом, да, это как про отношения, когда мы, например, вступаем в отношения и ведем себя одинаковым образом и притягиваем к себе одинаковые каких-то партнеров, да. То есть у нас все время похожая катавасия. И мы говорим себе, ну блин, ну почему каждый раз одно и то же происходит? Ну что такое? Ну что я делаю не так? Да потому что мы каждый раз опять-таки совершаем ту же ошибку, которую всегда. Мы идем через разум. Мы ищем что-то разумом. Мы считаем, что нам так нужно. И вот мы приходим с вами к тому, что в какой-то момент, как я уже говорила, у нас может произойти эта встреча с собой. Так вот, когда в вашей жизни, я говорю когда, потому что это происходит рано или поздно у каждого из нас, когда в вашей жизни появляется момент, что что-то происходит, когда и вам кажется, что сейчас мир ваш начинает рушиться, вы должны осознавать, что это происходит свидание с самим собой. Вы должны вместо того, чтобы сильно испугаться, сказать, вау, наконец-то. Ну давай поговорим. Вы знаете, серьёзные разговоры не бывают лёгкими, давайте не будем врать, да, они не бывают лёгкими, потому что одно дело шутить, одно дело, значит, флиртовать, ля-ля-ля, а другое дело, помните, как вот бывает, ты говоришь, давай поговорим серьёзно. Серьёзно – это как будто бы давай откроем друг другу своё сердце, свою душу. Мне надо сказать тебе что-то важное. Вот этот разговор у вас будет происходить в такие моменты, есть шанс, что он может произойти, если вы согласитесь на этот разговор с самим собой. Если вы в стрессовой ситуации обратно не запаникуете, и вместо того, чтобы разобраться, что произошло, что я чувствую, чего я хочу и почему моя жизнь такая, вы не начнёте судорожно возвращать всё на свои места, делать всё, что угодно, чтобы всё обратно вернулось, всё было, как было, и всё. И я ничего не хочу думать, ничего не хочу решать, пусть будет, как будет, было в конце концов не так уж и плохо. И вот когда этот разговор с собой всё-таки вы готовы сделать, провести, важно настроиться на то, что он не будет простым, но он будет классным. Важно настроиться на то, что вам придётся разговаривать с собой не день и не два. Вам придётся провести с собой большую, серьёзную работу над тем, чтобы наконец-то понять, чего я хочу, почему я ощущаю себя плохо, что в моей жизни не так. Это как будто бы похоже на разбор гардероба. Нынче очень такое популярное объяснение. Когда тебе нужно завести чужого человека, а он пока чужой, пока он ещё не зашёл в твой гардероб, это выйдет он оттуда твоим родным, а заходит он чужим человеком, ты его не знаешь, и себя ты точно так же не знаешь, ты его впускаешь в свой шкаф, а представьте себе, что у вас не шкаф, а огромная гардеробная комната забита вещами, которые вы никогда в жизни не расхламляли и не убирали с самого детства. С самого детства все ваши вещи у вас хранятся в одной комнате. Представьте себе, полки, всё забито, там и ваши детские колготки, там ваша одежда, в которой вы были на выпускном вечере, карнавальные костюмы, в которых вы были на три года, где мама шила вам костюм снежинки, там всё. Вот так выглядит наша жизнь, когда мы не привыкли разбирать её, когда мы никогда в жизни не задавали себе вопросов, не искали на них ответы, чего я хочу, не шли через свои ощущения, ничего этого не делали. Это большая гардеробная комната, забита всеми вещами сразу за всю вашу жизнь, какой бы она ни была. Было вам 20 лет, 40, 30, 50, 70, не имеет никакого значения. Цифры — это всего лишь цифры. И вот пугает нас именно то, что нам нужно зайти в эту комнату и что нам нужно начать рыться в этих ящиках, нам нужно начать убирать, что-то убирать сразу, понимать, например, что вот это всё я даже не хочу рассматривать, я просто хочу это вынести из своей жизни. Потому что очень часто у нас бывает в жизни то, что нам нужно вынести. И мы это прекрасно понимаем. И там не надо разбирать, кто хороший, что плохое. Просто надо это к ебеневой матери выкинуть, выкинуть, даже не залазить туда. Ведь у каждого из вас есть в жизни уже то, что испортилось, что вы уже никогда в жизни не хотите иметь. Но вы этим пользуетесь. Это может быть ваша работа, которую вы ненавидите, или ваш бизнес, который вас испепеляет, но вы его тянете за собой. Это могут быть какие-то люди, друзья, отношения, которые уже давно не приносят вам никакого удовольствия. Это может быть вы сами, когда вы намеренно что-то с собой делаете, не знаю, курите и не получаете удовольствия уже никакого от этого курения. Жрёте постоянно и уже не понимаете, почему вы жрёте, и вы безобразно выглядите, и вы всё равно ничего не желаете с собой делать. И вот тут уже не надо разбирать в каких-то ситуациях. В каких-то ситуациях вы можете принять твёрдое решение «Всё, я от этого устал! Я больше этого просто не хочу!» «Я не хочу понимать и осознавать!» «Я этого не хочу!» И просто точно так же, как выделяем текст и нажимаем «делит» и нахрен сносим кучу лет записей, просто одним нажатием кнопки, вот точно так же мы можем из своей жизни удалить очень много ненужных вещей, не разбирая, не занимаясь психоанализом. Оно просто не надо! Просто совсем! Просто вообще не надо! Оно испортилось! Понимаете? И когда мы делаем вот этот первый замер и честно себе говорим, оно мне точно не понадобится. Я не передам этого своим детям, я не подарю это бедным, я не хочу это везти в детский дом, я не хочу, я просто хочу это выкинуть, выкинуть! Ни маме отдать, ни бабушке, ни на дачу увезти, ни ещё что-то с этим сделать, ни спасти мир. Я выкинуть хочу это из своей жизни, я видеть это не хочу! Всё! Это очень важно! Когда мы убираем эту первую часть, вот первую, мы начинаем чувствовать, как нам начинает легче становиться дышать. Это признание себе в том, чего точно больше в моей жизни не будет. Просто не будет! Просто я уже изменился! Это первое! Второй этап, это, конечно, когда у нас остаются уже такие вещи, с которыми нам нужно поработать. Ситуации, люди, когда мы начинаем рассматривать свою жизнь, то, чем мы занимаемся, когда мы начинаем анализировать вообще, что с нами происходит. Это второй момент. Здесь не всегда происходит этап тут же зачистки. Мы с вами не суперлюди, не роботы, и удалять из своей жизни порой безжалостно каких-то близких нам людей, с которыми что-то не так, уходить из этой жизни резко в другую, мы не можем. Знаете, почему не можем? Потому что для того, чтобы нам перейти из одной реальности в другую, нам необходимо измениться самостоятельно. Потому что сегодняшний я достоин, ну как бы в состоянии, не достоин, сегодняшний я в состоянии жить той жизнью, в которой я живу. но когда я начинаю осознавать, что я хочу жить другой жизнью, я в состоянии и меняться. Это вот опять-таки простой пример, да? У меня есть тело, моё, моя фигура, моё тело, и я как-то питаюсь каждый день, и я ношу, например, какой-то размер одежды, да? То есть я не думаю о том, что я ем, я не думаю о тренировках, я не фильтрую, я просто нахожусь вот в такой жизни, и я всё время надеваю штаны, в которые я влажу, да? Да, условно говоря. То есть мы как-то вот уже свыклись, срослись с этим. И вот в какой-то момент я вообще не думаю ни о чём, ни о каких изменениях, но в какой-то момент вдруг или не вдруг я прихожу к той мысли, что я хочу изменить своё тело, я хочу выглядеть по-другому. То есть это моё осознанное решение. И тогда я начинаю принимать ряд действий. Я, неважно, записываюсь на марафон, иду к диетологу, начинаю сама разбираться с темой и выяснять, сколько мне необходимо есть, составляю себе какое-то расписание своей еды, какое-то меню для себя, и начинаю жить иначе, начинаю контролировать то, что я ем, начинаю ходить на тренировки или не ходить. То есть я начинаю, это называется осознанный путь. И у меня начинаются, например, еженедельные замеры. Я еженедельно замеряю, удалось ли мне похудеть, насколько, насколько ушли мои объёмы, как начинает меняться моё тело, я себя фотографирую каждую неделю, да, и тогда я начинаю видеть некий определённый результат в контексте своих изменений. Вот в жизни происходит точно так же. Вы должны понять, что для того, чтобы потом прийти, например, в шорты размера там XXL условно, вы должны измениться. Толку, что вы сегодня решите, что вам нужны шорты XS. Вы такие смотрите и говорите, всё, XXL не для меня. Я хочу жизнь в XS. Пошли, купили шорты, вы их сегодняшние начинаете натягивать, а вы в них не влазите. Ваша жопа по-прежнему XXL. И вы можете принять тысячи решений, вы можете купить тысячу шорт, вы можете сделать ремонт в своей гардеробной и купить всю маленькую одежду, но вы сегодняшняя не влезете в это. Потому что для того, чтобы вам стать XS, вам придётся провести работу над собой, не над шортами, не над вещами. Вы носите XXL не потому, что вы их покупаете, этот размер, а потому, что вы XXL. Понимаете разницу? Вот в жизни точно так же, абсолютно со всем. Когда я принимаю решение, что я хочу построить себе классные отношения, когда я принимаю решение, что я хочу стать богатым человеком, когда я принимаю решение, мало его принять и отпустить шарик в небо. Мне нужно провести внутреннюю, внешнюю работу над собой. Понимаете? Мне нужно пройти этот путь. Да, мне изначально нужно создать, понять, чего я хочу. Это очень важно, потому что если вы не вобьёте в свой навигатор точку, вы туда не придёте. прийти на гору. Вот сейчас я смотрю на гору, пойду туда. Нет, мне нужно проложить маршрут, путь, понимать, что я буду делать. Точка очень важна и нужна. Я должна понимать, как мне двигаться на эту гору, что мне надо делать, куда идти. Но я понимаю, что мне придётся совершить ряд новых регулярных для меня действий, для того, чтобы я получила этот результат. Вот это важно осознавать. И поэтому сегодняшний вы, сколько бы вы не писали свои желания, сколько бы вы что-то не делали, если вы не готовы к ежедневным изменениям, ничего не получится. Следующий момент. А что за ежедневные изменения? Как мы меняемся? Вот мы должны понимать, что меняемся мы и создаём мы свою реальность путём нашего осмысления и нашего мышления. Если у вас, а у вас в голове, у каждого из нас есть огромное количество разных программ. Первые программы родовые. Например, когда мы родились в какой-то семье, у нас есть определённое понимание того, что такое хорошо, что такое плохо, кто такие богатые, кто такие бедные, что такое личное счастье. Например, у вас мама всё время разводилась, к примеру, и для вас это нормальная история. Вы понимаете, для себя почему-то, что отношения с первого раза не складываются. А есть, например, пример другой, когда ваши родители всю жизнь прожили вместе, и у вас есть некая другая программа, которая может вас сильно ограничивать, потому что вы можете встретить человека, например, в браке, или который уже был в браке, и вам этот человек очень сильно понравится. Но вы его будете сразу же отметать, потому что у него есть отношения, а это неправильно. Это не про выбор себя, это про выбор правил. Вы должны это осознавать. Когда мы начинаем говорить, что это неправильно, то спросите себя, а какие чёртовы правила диктуют мне, что делать? Зачем они мне нужны? Мне нужны эти правила, потому что выбор себя это не про выбор правил. Это про выбор общественного мнения, заложенного в нас кем-то, для того, чтобы нами было удобно управлять, потому что большинство неосознанных людей, если у них не будет правил, они сдохнут. Потому что им надо, чтобы кто-то сказал, куда идти на работу, где обед, куда посрать, простите, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, возвращаясь к теме нашего осознания, нам не, для того, чтобы наша реальность изменилась, нам необходимо начать менять своё мышление. И это работа, ежедневная работа, которая, в принципе, достаточно быстро запускается. Из моего опыта в течение месяца происходят гигантские изменения в мышлении человека, если он каждый день на этом сосредоточен и сфокусирован. Поскольку я всё-таки автор марафона, рерайтер жизни, марафон по перезапуску жизни, мой ключевой инструмент это изменение мышления человека. Умение показать человеку простым способом, маленькими шажочками, но ежедневными и регулярными, что крайне важно, как мы сами создаём свою реальность путём своих мыслей. Вот эти ограничивающие убеждения родовые, ограничивающие убеждения, которые навязаны обществом, да, когда нас ломают, например, я сегодня видела картину, которая меня прям поразила, когда мальчик не хотел что-то делать, ему говорят, встань и сделай, он говорит, я не буду этого делать, ему говорят, сейчас мы вызовем твоих родителей, значит, и они тебя отсюда заберут, если ты не будешь этого делать, он говорит, я не буду этого делать, ему говорят, ну сейчас ты прямо отсюда уйдёшь. Вот этот шантаж, вот эта публичная порка, публичная, неосознанная взрослым человеком, чтобы вы понимали, да, вот это ломание, нас очень часто много ломают, ломают, и в какой-то момент человек, не все, но большинство, ломаются, ломаются, Их это не закаляет. И вот мы с этими травмами, это наши некие ранения, полученные за жизнь, мы с этими травмами и строим свою жизнь по представлениям того, что лучше не высовываться, лучше делать то, что тебе говорят, иначе тебе будет хуже. У нас их огромное количество. Или что у меня не может быть счастливой семьи, потому что, например, если родители всё время были в разводе, всё время меняли отношения, у вас может быть записана программа, что счастливых отношений не бывает. Или что в семье разборки, и когда папа бьёт маму, это нормально. Или все мужики пьют, это нормально, не бывает непьющих мужчин. Этих установок у нас просто, знаете, как, я не знаю, вот такой огромнейший чёрный мешок. Вот представьте себе, идёте вы, а за вами такой шлейф чёрный, большой. Только это не просто шлейф ткани, а он такой вот как мешочек подогнутый. И вот вы идёте, а за вами ещё 5 километров этого мешка. И вам кажется, что вы идёте, всё легко, а 5 километров мешка всё время за вами. Мы за жизнь вот это собираем. Оно всё у нас туда собирается, 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 собирается. И исходя из этого мы и мыслим. И исходя из этого у нас есть представление о реальности, что такое хорошо и что такое плохо. И вот для того, чтобы мы с вами могли запустить новое, нам нужно разобрать этот старый мешок. Его надо разобрать, его не получится обрезать. Его надо будет разобрать. Почему я так думаю? Почему я вдруг считаю, что у меня не может быть нормальных отношений? Откуда я взял, что я некрасивый? С чего я взял, что я в чём-то неталантлив? И так далее. Множество всяких моментов. И взамен этого наша задача, опустошив этот мешок, положить в него новое. Новое то, что будет всё время. Я вам ещё забыла сказать, что вы не просто идёте с этим мешком, а этот мешок имеет некое излучение, похожее. И похожие ситуации, обстоятельства, мысли всё время притягиваются к этому мешку. И вот для того, чтобы в вашем мешке появились новые убеждения, ввиду того, что вы богатый человек, ввиду того, что вы достойны классных, крутых отношений, ввиду того, что ваша жизнь наполнена радостью, что вы путешествуете, что вы счастливый человек, что вы умеете контролировать свои эмоции, и вы понимаете, почему вам не стоит включаться в негативные истории. Для того, чтобы это всё произошло, нам нужно искренне, убрав старое, положить туда новое, осознав, почему это так. Не просто повторяя фразу «я денежный магнит, я богатый человек», а при этом бояться заплатить за счёт, потому что у тебя последние деньги на карте и новые не придут, а осознав, как именно это работает. Вот когда эта работа начинает над собой постоянно происходить, удивительным образом вы начинаете очень плавно, день за днём, месяц за месяцем, а потом год за годом вдруг видеть, что вы совершенно иначе реагируете на происходящее и совершенно иначе создаёте свою реальность. Самый ключевой показатель того, когда начинается выбор себя, вот я вам могу и собственного опыта сказать, это когда начинают отваливаться ваши страхи. Первый страх – это то, что я останусь один, и я никому буду не нужен. Это страх касаемо того, что я буду делать что-то, что не понравится другим. Потому что когда мы начинаем разбираться с собой, мы вдруг осознаём, что мы делаем то, что нравится другим, но при этом либо не знаем, что нравится нам, либо боимся это делать, потому что это будет некрасиво или может кому-то навредить. И, естественно, это наш затык. То есть нам не даёт, да, вот эти нормы, нам всё это не даёт вести себя так, как я хочу. Нам не даёт это чувствовать себя так, как я хочу, потому что мы стесняемся своих чувств, мы боимся их проявлять, мы боимся говорить правду другим людям, мы боимся говорить правду себе, прежде всего себе. И когда мы начинаем работать над собой, над своим мышлением ежедневно, вот эта внутренняя работа, когда запускается, знаете, таким фончиком, таким приятным бонусом становится то, что вдруг вы начинаете чувствовать в какой-то период времени, у каждого это происходит в разный период времени, как вас начинают отпускать страхи, как вы перестаёте бояться не соответствовать чужому представлению о жизни, как вместо того, чтобы что-то доказывать маме, друзьям, которые начинают манипулировать и говорить, что ты изменился, с тобой невозможно разговаривать, или тебя пугает вдруг, что у тебя не стало друзей, и ты отчаянно пытаешься вернуться и вести себя так же, чтобы их не потерять, ты вдруг понимаешь, что тебе начинает становиться хорошо с самим собой, что тебе нравится проводить время с самим собой, что тебе не очень страшно, если вдруг в твоей жизни начнутся какие-то существенные изменения в контексте, а какие у нас изменения? Изменения нашей реальности, людей, которые находятся рядом с нами, каких-то ситуаций, обстоятельств, то есть ты понимаешь, что тебе вдруг становится хорошо с самим собой. С самим собой. Это невероятное ощущение, когда ты можешь спокойно себя ощущать самим собой, разговаривать с самим собой, слушать самого себя, покупать то, что ты хочешь, не спрашивая мнений окружающих, выбирать, с кем тебе дружить, выбирать, куда тебе идти и что тебе делать, не боясь, что кто-то скажет тебе о том, что это неправильно, понимая, что для тебя это и есть правильно, ты сейчас хочешь делать так. И да, конечно, общество называет таких людей эгоистами, террористами вообще, но это же очень невыгодно, понимаете, когда человек начинает делать то, что он хочет, как им управлять, как управлять человеком, который не согласен подчиняться, его хотят сломать, для того, чтобы управлять человеком, его нужно поломать изначально, только поломанным человеком легко управлять. Потому что если мы говорим о нормальных отношениях, то это партнерские отношения, и даже работа, когда вы приходите устраиваться на работу, это партнерские отношения, потому что ваш босс покупает некие ваши услуги, ваш труд, который вы будете оказывать в конкретном каком-то моменте, временном промежутке, и действие взамен на те возможности и те деньги, которые вам будут платить. Это партнерские отношения, это не рабство. Рабство – это когда вас продали без денег, вас продали, вы тело, и вы обязаны, рабовладельцу заплатили за вас деньги, и вы вынуждены работать, вы ничего не можете поделать. Если помните фильм «Анжелика и король», я там про рабов как раз насмотрелась, и Анжелику там это продавали. Мы же с вами не рабы, у нас у многих есть представление о работе как о рабстве, это не так. Мы продаём свои навыки и умения компании или конкретному человеку, и взамен на это получаем деньги. Мы ещё взамен на это можем получать отношения. Чем круче вы, тем важнее для вас не только деньги, но и отношения, ваш статус, ваши возможности какие-то, например, то есть ваше личностное развитие. И вот как раз вот эта смелость, когда мне часто спрашивают, откуда эта смелость быть собой, она и пришла из-за моей постоянной работы над собой, которая продолжается всегда. Когда я начала менять своё мышление, когда я начала работать над этим, выполнять ментальные практики, понимать, задумываться, чувствовать себя, спрашивать себя, «А ты что сейчас чувствуешь?» Я вам хочу сказать, что вот прямо сейчас, в эти периоды, у меня происходят очень сильные внутренние изменения, прежде всего внутренние. Будут ли изменения внешние до 100%? Да они не могут не быть. Я это уже понимаю. Но если раньше, например, меня это очень сильно пугало, то сейчас я понимаю, что всё будет происходить только к лучшему, потому что я ведь иду к себе, я же иду сейчас не к маме, не к какому-то парню, не к вот той вот бабушке, я иду к себе, я иду через ощущение. И сейчас я слушаю гораздо больше своих червяков. Сейчас во мне вот эти мои внутренние червячки, они стали моими маячками, моими маячками по жизни. Потому что если я сейчас ощущаю дискомфорт, если я сейчас ощущаю, что я не хочу, у меня хватает смелости об этом сказать. Не находить какое-то суперрешение, как вот, а сказать об этом, сказать, как я чувствую. И когда я это делаю, я чувствую, как моя внутренняя, моя душа, я не знаю, что это, как она благодарит меня, как я чувствую, как у меня изнутри падают вот такие грузы, которые говорят, спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо тебе, наконец-то. И вот это единение, вы знаете, я раньше очень был период, я очень боялась смерти. У меня был такой какой-то период дикий, прям, я так думаю, ну господи, ну как, у меня же дети там. Вот у меня сейчас такой период, что я не боюсь. Я не то, чтобы хочу, нет, у меня много планов, всего, но я понимаю, что я-то есть везде. Я нахожусь в этом пространстве. Не моя физическая оболочка, это не самое важное, да, спасибо, что у меня есть физическая оболочка, я сейчас очень сильно стараюсь ухаживать за этой физической оболочкой, беречь ее, любить ее, восстанавливать эту физическую оболочку, чтобы не сильно, да, вот это тело, которое мне подарили, дали в аренду попользоваться, мы всегда ухайдокаем. У нас, если не мое, мы же тело ощущаем не как свое. Когда, вот понимаете, когда вы выбираете себя, вы начинаете к своему телу относиться иначе. Вы не пихаете в него бесконечное говно какое-то, вы его не распихиваете, не расширяете бесконечно, вы не издеваетесь, не забиваете его татухами и всем остальным, потому что это ваша ценность, вы, это вы, вы понимаете, что это как будто бы ваш лучший наряд. Представьте, что вам дарят красивое, дорогое платье, вы берете фломастеры, краски, и начинаете его тут же разрисовывать, обрезать что-то ножницами, это означает, что вы его не цените, вы так можете сделать, только с какой-то дешевой футболкой, которую вам не жалко, или ваше старое платье, которое вы относили, и вы его отдали детям, вы говорите, да, режьте, давай будем экспериментировать, испортиться не жалко. А вот до тех пор, пока вы, это тоже показатель вам, начинает ли ваше внутреннее «я», идете ли вы ближе. Когда вы с ним далеко, вы к своему телу относитесь так же, как вы относитесь к машине, которую вам дали и сказали, учись на ней ездить, делай все, что хочешь с ней, и тебе ничего за это не будет. Ну вот вы ее и ездите, там не припарковались криво-косо, там в сугроб заехали, смяли полмашины, потому что это не ваше, помните, ни свое не жалко. Чужие фломастеры, это всегда были чужие фломастеры в детстве, это всегда можно было вот так ими красить, пфу, плевать в колпачок, еще куда-то. А вот когда тебе дарили твой набор фломастера, вот тогда ты его открывал аккуратненько, каждый колпачочек, чуть-чуть-чуть-чуть, и другому не давал, потому что же это же твои фломастеры, и у тебя вряд ли потом еще когда-нибудь будут новые в ближайшее время. Вот эта история про себя, когда мое, мы относимся к этому гораздо бережнее, чем к чужому. И до тех пор, пока вы с собой относитесь, вот вы можете сказать, что я себя не очень-то убиваю, но я себя люблю. Нет, нет, это вы себе врете. Это вы себе врете. Путь, я могу на эту тему говорить очень много, но я вам хочу сказать, что не найдя себя, не построив себя, очень сложно создать классные отношения, потому что в отношениях, где вы подстраиваетесь постоянно под другого человека, как вы понимаете, себя очень мало, и в какой-то момент это может прорвать, либо просто сделает вашу жизнь, ну вот, неосознанной, но тут таких людей в эфире, скорее всего, нет, вам бы неинтересна была эта тема. Непонятно, как строить свою карьеру или свою, давайте, самореализацию, мне больше нравится это слово, потому что ты же идёшь и выбираешь работу не по принципу того, где я могу развиваться, а по принципу того, где мне денег заплатили, чтобы я заплатил за коммуналку. То есть, вот эта история низменная, когда наш уровень, это заплатить за коммуналку и выжить, да, и какие-то кредиты покрыть, это не про себя, это говорит о том, что мы сидим где-то внизу, 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 и мы не хотим идти к себе абсолютно никак. Вот такая вот движушка. Что я вам хочу сказать? Я вам хочу сказать, что путь к себе это самое крутое, что может быть. И когда ты на этот путь заходишь, очень сложно от него отойти. Вы можете об этом бесконечно слушать или читать, но пока вы не начнёте что-то предпринимать конкретное, ничего не произойдёт. И я на сегодняшний день не знаю пока ничего более лучшего, чем то, чем занимаюсь я. Прежде всего, это мой марафон «Рерайтер жизни», где мы в течение месяца запускаем эти процессы и где мы в течение месяца начинаем изучать эту тему и писать книгу своей жизни, где мы начинаем задумываться и отвечать себе на вопросы, какую жизнь я хочу видеть. Потому что книга нашей жизни выглядит именно из наших желаний, выглядит именно из наших бесконечных, неограниченных возможностей, которыми мы обладаем. После того, когда заканчивается «Рерайтер», те люди, которые понимают уже, а уже осознание очень сильно меняется, которые понимают, что они хотят продолжать и идти дальше, они приходят в клуб на восьминедельную программу, где мы уже учимся конкретным ментальным практикам, которые перепрограммируют наш мозг и которые помогают нам заложить совершенно новые знания и основы для нашего развития. И после этого, когда очень много людей остаются дальше и хотят продолжать работать, потому что у нас складывается, у нас есть сообщество, у нас есть группы, у нас колоссальная внутренняя инфраструктура, люди остаются в «Биг Клабе», это годовая программа, где мы продолжаем в еженедельном формате работать вместе, точнее работать в ежедневном формате, но еженедельно получать новые проработки, которые и помогают нам фокусироваться на нашей жизни. В качестве бонусов мы получаем те самые изменения и ощущения, о которых я говорю. Просыпается наше «Я», наше настоящее «Я», которое перестаёт бояться быть непонятым, которое перестаёт бояться быть вне правил, вне норм, которое начинает кайфовать и притягивать в свою жизнь и осуществлять те желания, о которых раньше нам иногда было страшно даже мечтать. Ведь когда мы говорим по поводу счастья, когда мы говорим о своих ощущениях, мы очень часто связываем это с какими-то достижениями каких-то материальных целей. И оно вроде бы правильно, потому что материальные цели, материальный мир – это нам понятно. Но поверьте, кайф от того, когда ты можешь выйти на улицы, в поле, в горы, куда угодно, вдохнуть воздух, выдохнуть и понять, что ты с собой, понять, что сейчас в твою жизнь приходит всё, что тебе нужно, и ощутить это, это нельзя описать никакими словами и ни в какой книге этого не напишешь. Но это побочный эффект от той работы, которую вы делаете. Ещё раз вам хочу сказать о том, что шорты XS, сколько бы пар вы их не покупали, не дадут вам того ощущения, которое даст вам проработка вашего тела. Ведь не забывайте о том, что когда мы что-либо прорабатываем, мы ещё получаем и развиваем в себе совершенно новые навыки и качества, такие как дисциплина, такие как целеустремлённость, такие как сила внутренняя наша, умение достигать целей. Это наша побочка так называемая. То есть, когда мы начинаем получать то, скажем, обретать ту силу, которая, блин, крутая. Вот знаете, я, например, хожу тренироваться в зал, и я хожу, тренируюсь, мне нравится тренироваться, прикольно, я тренируюсь на групповых занятиях, но я тренируюсь, чтобы у меня, типа, я была там стройная и подтянутая. И вдруг, в какой-то момент я беру гантельки и вижу, как у меня начинают прорисовываться в руках с гантельками мышцы вот такие всякие красивые, рельефные. Я не хожу на тренировку для того, чтобы прорисовывать. У меня не было такой цели прорисовать себе дельту, бицепсы, трицепсы. Не было такой цели. Это побочка. Это офигенная побочка, когда ты понимаешь, что ты не только стройный, а ты еще, блин, красивый. У тебя появляются такие красивые черточки на тебе разные. И это такой приятнейший бонус. То же самое происходит и в нашей жизни. Вот так это устроено. Поэтому я хочу вам сказать о том, что то, чем я занимаюсь, это не просто, как может показаться кому-то, марафон по зарабатыванию денег меня. Это мое призвание и это мой некий туннель, в который я приглашаю большое количество людей для того, чтобы пройти его вместе с вами. Потому что я в марафоне нахожусь в живом режиме, в чате. Я отвечаю абсолютно каждому человеку и поддерживаю каждого настолько, насколько это возможно. Потому что для меня это не количество людей, которые зашли в марафон, а для меня это количество измененных жизней. И поверьте, в этом мои амбиции очень высоки. И для меня это отдельный вид удовольствия, когда я читаю эти истории, когда вы пишете мне, когда вы рассказываете мне, когда я понимаю, что я помогаю конкретным людям получать конкретные изменения. Это неописуемый вид удовольствия для меня. И следующий наш марафон стартует уже 1 августа. Мы в марафоне сделали пробную версию. Стоимость этой пробной версии мы поставили 5 долларов. Поверьте, там за 5 долларов можно сказать, что мини-марафон вшит. Для чего это сделали? Для того, чтобы вы могли понять, что это такое и подходит ли это вам. То, что это круто, вы осознаете сразу же с первого дня даже подготовительных занятий. Готовы ли вы к этой работе сейчас или, возможно, позже? Потому что бывает, что люди проходят пробную версию сейчас, а на сам марафон приходят, например, через месяц или через 2 месяца по-разному. Тут уже дело ваше. Но дать себе возможность намёка хотя бы посадить маленькое зёрнышко и посмотреть вообще, как оно будет реагировать, ваше или нет, вот здесь я считаю преступление этого не сделать. У меня тоже в жизни бывали такие моменты, когда я что-то слышала, мне это нравилось, но я говорила себе, ой, мне кажется, я сейчас не готова. Но вот знаете, дегустация, когда тебе дают возможность продегустировать маленький кусочек либо бесплатно, либо за... Но бесплатно очень часто мы берём кусочек и забываем его в рот положить, знаете, за небольшую сумму денег это возможность понять в принципе, вписать это в свой wish-лист, сделать себе такое напоминание, что когда меня будет крыть, возможно, мне туда всё-таки надо сходить, либо нет. Это тоже классная работа. Мне показывает Инстаграм, что у меня осталось совсем чуть-чуть времени, поэтому, если вы захотите присоединиться, пожалуйста, у меня всегда активная ссылка в шапке профиля на Рерайтер Жизни, в принципе, всегда есть ссылки в сторизах на Рерайтер Жизни, можно написать мне в Директ, и я вас сегодня очень попрошу, если вам понравился этот эфир, поделиться после того, когда я его опубликую, в комментариях. Пожалуйста, это очень важный момент, вообще благодарность это мощнейшая энергия, и для меня, во-первых, приятно это читать, во-вторых, я вам хочу сказать, что когда вы благодарите, вы в свою жизнь добавляете и благодарных людей в вашу сторону, в том числе, которые будут отображаться и в вашем бизнесе, которые будут отображаться и в вашей жизни, ведь мы всегда, нам часто, точнее, не хватает благодарности, и мы говорим, ну почему я так стараюсь, я так что-то хорошо делаю, а этого не ценят. Для того, чтобы нас ценили другие, мы должны тоже научиться ценить. как ты относишься ко вселенной, так, в общем-то, вселенная притягивает в твою жизнь похожие вещи. Спасибо всем большое, жду вас на рерайтере жизни уже 1 августа.